Можно у меня одну точку внимания? Добрый день, дамы и господа! Сегодня мне предстоит оправдать Берия. Кто из вас знаком с Берием? Лично. Есть версии, существует, что Берий был жестоким человеком. Он уничтожил элиту. И он просто, можно сказать, уничтожил большое количество людей. Но я бы хотел немножко его защитить и стать на защиту. На его защиту. В каком смысле? Возьмем, давайте, человека. Вот есть человек, как и вы, ты, ты, все угодно. Что-то внутри происходит психологическое. Допустим, ты пошел, ударил в детстве мальчика. Он тебе что-то сделал плохого. Но у него еще травма шла с детства. Он был старшим сыном в семье. У них в семье было три ребенка. Тем более, он родился на Кавказе. А как вы знаете, на Кавказе старший сын, ты несешь всю ношу за всю семью. Соответственно, все младшие полностью на твоей шее, и ты несешь ответственность за всех. Соответственно, родители стареют, ты тоже несешь ответственность. Плюс, у него был очень жестокий кавказский отец. Любая правильность, он всегда был битый. Он просто страдал от того, что отец говорил, не имеешь права не делать ни влево, ни вправо. шаг право-лево, расстрел. Плюс, когда он взрослел, он не мог никогда познакомиться с девушками, у него был комплекс. Он не мог подойти и сказать, здравствуйте там, девушка, давайте познакомимся, и сказать, ты мне нравишься, я тебя люблю. Не было у него, потому что он был зажатым. Он с детства был закомплексованным. Есть случаи, когда говорят, да, он все время видел девушку или актрису, обычно он на актрисе добыл папки. Он брал и силой ее просто насиловал. На самом деле, он просто удовлетворял свои внутренние потребности доказать, что он царь. Он царь, понимаете? Его все время отец унижал. Ты никто, ты должен делать, ты должен все сделать. А он страдал от этого. А соответственно, когда он насилие делал над женщиной, он себя чувствовал царем, он говорит я царь. То есть на самом деле жертва Берия, правильно я понимаю? Да. Почему он расстреливал плюс еще людей? Потому что он был еще жертвой, можно сказать, коммунизма, коммунизма. В коммунизме как? Вот есть хорошие, а есть плохие. И если ты лояльен к этим плохим, значит ты не коммунист. Надо всех уничтожить. Сказали, что он, допустим, против коммунизма. Все, расстрел. Если он не делал это, соответственно, он мог бы тоже пострадать. Потому что был над ним Сталин. Человек, грубо говоря, как он его представил, как отца своего. Отец ему сказал, ты должен это сделать, но все. Нет, снова расстрел. Он был просто заложником ситуации. Он хотел быть и царем, но при этом у него комплекс был, что он должен кому-то подчиняться. Поэтому сейчас вот немного подумаем, уже зная информацию о Берии, я хотел бы каждый, чтобы он у вас подумал. Виноват он? Или все-таки виновата ситуация, в которой он был? Виноваты его родители? Или все, что его окружало? Как вы думаете? Ну он был одновременно садистом и мазохистом. То есть как бы два, две стороны, одна медаль. Правильно. Но почему он был статистом и мазохистом? Потому что он пытался через это проявить свое внутреннее я. Что вот я такой. Это как борьба идет с чем-то внутренним, понимаете? Он не мог в детстве. Как говорится, если в детстве не наигрался в игрушки, ты будешь взрослым играть. Ты, допустим, до женитьбы не нагулялся с девушками, ты будешь потом после свадьбы гулять. Давайте поаплодируем выступающих. Я ему лею, я ему лею, молодец. Он лею, я ему еще рассказывал.